В тихом омуте. Четыре знака зодиака, у которых внутри водятся черти. Каждый знает эту поговорку, про омут и чертей. Равно как знает то, что далеко не каждого человека можно прочитать. Ну или заглянуть к нему в голову, понять, что у него на душе. С представителями этих знаков зодиака, ситуация ровно та же, что и с омутом. Никогда не ясно до конца, что у них на душе. Близнецы. Это самый яркий пример подобных людей. Им сам знак зодиака велел иметь некую двойственность в натуре. Вот именно про них, смело можно говорить, что понять просто. Только это дано далеко не каждому. Хотя бы потому, что эти люди при всей общительности и доброжелательности, в душу к себе, особо никого не пускают. Но уж если пустят, то выдрать оттуда это можно будет только раскаленными клещами. И то не факт. Единицы людей могут понять представителей этого знака, понять, что у них на душе, что тяготит, а что радует. Для всех остальных же, представители близнецов, будут теми, кто всегда носит маски. Будут загадкой. Тем омутом, в котором водится далеко ни один десяток чертей. Поэтому незачем лезть, без причин в этот омут. Хорошего ничего не будет. Рак. Продолжая мысль об омуте, стоит упомянуть знак зодиака рак. Дело в том, что иногда эти люди действительно производят подобное впечатление. С виду тихие, спокойные. Но только стоит чему-нибудь произойти, как рак проявит себя. А вот в хорошую сторону, или не очень, тут уж от человека все будет зависеть. Ведь несмотря на то, что раки по натуре весьма сильные личности, они все же сами решают, как распорядиться этой силой. Только стоит помнить, что раки все же бойцы. Может и не поголовно, но зато по жизни. За то, что им дорого. За свои цели, эти люди будут стоять до победного. Дева. Про знак зодиака Дева и омут. Это не совсем верно. Да и чертей за душой у них нет. У них внутри, как правило, бездна, которую Девы до поры скрывают ото всех. Иногда даже от себя, намеренно зажимая свое сознание рамками правил. Бездна эмоций и страстей, что кипит у этих людей внутри, довольно занимательная штука. Именно из-за нее у Дев часто бывает взрывной характер. Кстати, по этой же причине взгляд этих людей может заворожить. Если долго всматриваться в глаза Девы, то Дева будет всматриваться в тебя. И вот тогда, представитель этого знака, сможет вытащить все секреты на свет. А еще они умеют слушать, так как никто другой не сможет. Потому люди сами все им рассказывают. Практически без всяких манипуляций и мистики. Рыбы. Вот уж где омут. И черти. Так это у рыб. Что у них творится на душе. Что происходит в их уютном внутреннем мирке. До конца, наверное, не знают даже они сами. Черти там водятся довольно пухленькие. Откормленные. Домашние такие. Потому что они с этими людьми всерьез и надолго. Но зато с рыбами интересно. Они как никто могут понять другого человека. Поддержать, если надо подбодрить. Подкинуть какую-нибудь идею, которой человек загорится. Так что в омуте с рыбами черти не зло. А скорее богемная тусовка. На которой собрался весь цвет искусства. От талантливых художников, до вечно пьяных и молодых стихоплетов. Чужая душа это тот еще омут. Стоит в него лезть или нет. Каждый решает сам. Хотя сначала, наверное, стоит разобраться со своими чертями и демонами. Спасибо за просмотр.